Не останавливайтесь на достигнутом, вы можете и хуже, хотя куда хуже. На этой неделе стало известно, что россиянам угрожает новое оружие, на этот раз генетическое. Это Вести Бескиселева, наш совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Ну что, дорогие верующие, в святую американскую войну ваше время вышло. Миф, на котором выросло целое поколение россиян, а это жизнь в ожидании войны США, развеялся как дым. Теперь вашему вниманию предлагается другое прочтение главного о старом. Или старого о главном. Короче, все о той же, о войне, но теперь уже с применением генетического оружия. Помнится, еще в недалеком 2017-м Путин уже как-то намекал нам о том, что наши биоматериалы под угрозой. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране. Вот вопрос, вот это зачем делают? Мы такой вот объект очень большого интереса. Ну и так как мы объекты очень большого интереса, то спустя 4 года президент решил заинтересоваться этим феноменом лично, потратив на генетические исследования около 230 миллиардов рублей. Кстати, небольшая ремарка. ВВС США действительно делали запрос на приобретение биоматериалов. Но, во-первых, касался он не только России, но и европейских стран. Во-вторых, была четко обозначена цель сбора, выявления предрасположенности к заболеваниям суставов. Ну и так как первые образцы были получены из России, то для дальнейшего исследования требовались схожие биоматериалы. А вот вопрос, почему именно из России поступили первые образцы, остался открытым. Ведь тут не волосы и ногти требовались, а синавиальная жидкость, содержится которая именно в суставах. И отдать ее просто качнув из коленки у вас не получится. Нужны специальные навыки и знания. Поняли к чему я? Так вот, тогда в 2017-м эта фраза президента спровоцировала много шума. Одним из зачинщиков различных теорий заговора стал первый зам предкомитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он заявил, что сбор материалов идет с целью создания эффективного биологического оружия. Ну и типа раз собирали образцы только в России, то и истреблять полученным оружием будут исключительно россиян. Вот только не поняла, а зачем так заморачиваться? Искать способ добыть эту синавиальную жидкость, изучать ее, разрабатывать какие-то вирусы для поражения противника. Это же все гораздо проще делается. Вспоминаем конверты со спорами сибирской язвы. В этой связи я бы охотнее поверила в то, что американцы собирают наши ДНК с целью выявления гена раба, коими мы все и являемся. Вот тогда и принадлежность материала вполне объяснима. А то, что, простите, Клинцевич транслирует, так это визуализация фразы с такими друзьями и врагов не надо. Ну зачем, ответьте мне, зачем мы продолжаем зомбировать население? Оно и так уже собственной тени боится. Америка вообще обнаглела и объявила, так сказать, на дипломатическом языке войну нам. В чем эта война заключается? В чем война заключается, пока не знаю. Но потом посмотрим. Так вот, вернемся к миллиардам. Большая часть этих денег, а именно 127 миллиардов, будет направлена на реализацию принятой два года назад программы развития генетических технологий. Остальные 100 миллиардов на разработку новых технологий геномного редактирования. За реализацией этой программы Путин собирается следить лично. Но оно и понятно, на кону ведь человек будущего. Что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, но может быть и военный. Человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания и сожаления и без боли. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. И вот тут даже я поверила в то, что нас ждет реальная война. Но не та, о которой говорят в последнее время, где Байден и Зеленский готовят план возврата Крыма в родные пенаты. А та, благодаря которой Вашингтон станет столицей Российской Федерации. Да шучу. Ученые утверждают, что придумать генетическое оружие пока не представляется возможным. Тут уж реальнее говорить о создании возможности вечной жизни для одного единственного персонажа. Тем более, что у руля проекта стоят две предполагаемые дочери президента, Катерина Тихонова и Мария Воронцова. Цель размыта, конечный результат не ясен. Даже если ничего и не получится, то хоть деньги своим достанутся. Всего-то 230 миллиардов. Ни свои, ни жалко. Времени на раскачку нет, как нет и повода для волнения. Но все отлично, идем с опережением, все под контролем. Прошу отнестись с пониманием. Дополните, если что-то забыло. Надеюсь, вы уже поняли, что приближается время послания президента федеральному собранию. Ну-ка все вместе, уши развести. В этом году оно состоится 21 апреля и по мнению спикера Совета Федерации Матвиенко, это будет послание нового времени. Уже как-то не по себе, но настоятельно рекомендую вам взять выходной на работе и не пропустить это знаменательное событие. Но это не точно. Да потому что помним мы все эти прошлые послания и то, как послали они нас далеко и безвозвратно с нашим личным мнением. И по поводу Конституции, да и по остальным, собственно, вопросам тоже. На обещания лучшей жизни в этом году потратят более 95 миллионов рублей, что на 3,5 миллиона больше уровня обещаний прошлого года. Это лапша, видимо, все-таки подорожала вместе с маслом и с сахаром. А главное, зачем? По-моему, ни послания, ни обещания в нашей стране так и не заработали. Может быть, уже пора поменяться местами и записать послание президенту от народа. Это мое официальное обращение к руководству Российской Федерации и лично к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Впрочем, в этом году месяц для обещаний выбран очень удачным. Наряду с фразами «кто так обзывается, сам и называется» после собрания вполне логичным будет высказывание «Весь апрель никому не верь». Социальный лифт решил поработать. На этой неделе Путин подписал указ о праве президента назначать на высшие офицерские должности гражданских лиц. Я сначала подумала, здорово, начну-ка я свою карьеру, например, в Министерстве обороны. А почему бы нет? Высшее образование у меня есть, определенная школа жизни пройдена. Но чем я недостойный кандидат? Хотя, о чем я? Вы видели современных госсоветников? Вот это Мария Китаева, она госсоветник третьего класса, что соответствует воинскому званию генерал-майор. А вот это россияна-марковская, пока что по данным официального сайта Минобороны, она всего лишь майор. Но все задатки у россияны налицо. Единственное, что нас объединяет, это журналистское прошлое, но на нем социальный лифт высоко не поднимет. А вот в свете обозначенных событий становится понятным, зачем Министерство обороны каждый год покупает автомобили бизнес-класса. В прошлом году на них было потрачено почти 89 миллионов рублей, в этом году более 100. Видимо, машины, купленные в прошлом году, не смогли обеспечить качественную служебную деятельность. Именно так было заявлено в описании лота на госзакупках. Но вернемся к указу, который стал наглядным примером того, что можно предпринять, когда интересные должности рядом с собой закончились, а свободные друзья еще остались. Сам президент говорит, что ничего не поменялось, и своим жестом он просто упорядочил способ назначения на должность. Но лично мне кажется, что теперь можно смело ставить крест на военной карьере. То есть человек заканчивает военное училище, какой-то военный вуз, проходит несколько лет службы, а по итогу получает в лучшем случае очередного Ротенберга в качестве командира, в худшем 26-летнюю красотку, только что окончившую театральный институт. И большое счастье, если ею не окажется Ирина Володченко. Это та самая, что ходила по членам клуба и визировала законы. Если не слышали эту историю, гугл в помощь. Прорыв, знаете ли, где в 2021 генерал армии когда-то откосил от армии. За пять последних лет пенсия в России выросла на 3 тысячи, а с учетом роста цен упала на 4. С такой экономикой и живем, вернее, выживаем. Но кого это волнует, когда на круглом столе в Совете Федерации задают вопрос, насколько повысилась продолжительность, уровень и качество жизни людей старшего поколения. И ответить-то нужно в цифрах. Вот и приходится лавировать. Замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на этой неделе отрапортовала, что на январь 2021 года пенсионеры в среднем получают 15 тысяч рублей. Что на 3 тысячи больше, чем в январе 2016 года. Там пенсия составляла 12 тысяч рублей. Итого 3 тысячи рублей за 5 лет. Забота так и хлещет. Но почему-то та же Баталина умалчивает, уж не знаю, сознательно или не по злому умыслу, что импортозамещение в России сыграло 1-0 не в свою пользу. А значит импортировать к нам приходится не только одежду, медицинские товары, но и продукты питания. А с учетом обвала рубля цены становятся просто неподъемными. А государство продолжает упрекать нас в прожорливости. Типа сколько вам пенсии и пособий не поднимать, а вам все мало и мало. Россия не может вырваться из лап врага. У нас каждый день на счету. Да и каждая копейка, которая сегодня должна пойти на вооружение и на охрану границ от натовских натисков. А ты все про пенсию да про пенсию. Нам бы вокруг президента своего сплотиться, послушать его внимательно, да помочь ему решить вопрос дефицита бюджета пенсионного фонда, который в этом году на минуточку составит максимум за последние 5 лет. И кто если не мы? Не чиновники ведь пересядут с мерседесов на Волге? Или переедут из новых зданий в маленькие и старые с целью сокращения затрат? Так что все опять ложится на наши плечи. И над шуткой в духе «Девушка, а вы до скольки работаете?» До 63-х? Уже даже никто не смеется. Вот такой, друзья, была эта неделя. Я благодарю вас за то, что это время вы провели со мной. Не забывайте зайти на канал Ермак Медиа. Там вас уже ждет второй выпуск новостей, где я расскажу о том, чей дворец за 15 миллионов евро был найден на этой неделе, почему власть стремится запретить блогеров, зачем за гран-паспорту ковидный сертификат и что на предстоящих выборах для нас готовит Единая Россия. Также на нашем канале уже появилось видео Николая Ермакова о том, как герои наших расследований физически расправляются с неугодными журналистами канала. Заходите, смотрите, комментируйте. Увидимся в эфире.